Отношение к распределению социальной мобильности — объективный и субъективный индикатор. Рост неравенства в доходах и его потенциальные последствия в настоящее время вызывают большой интерес и озабоченность. Одни политики и эксперты считают, что необходимо усиливать перераспределение, другие делают выводы, что напротив, перераспределение надо снижать и подобные идеи вредны. А приори предполагается, что в условиях высокого неравенства избирателей должны поддерживать идеи перераспределения доходов, однако многочисленные исследования показывают, что с прямой положительной связью между перераспределительными настроениями и склонностью людей по объективным неравенствам нет. Причин отсутствия этой связи достаточно много, и можно перечислить несколько объяснений, выданных в теоретических и эмпирических исследованиях последних лет. И исследования показывают, что люди не могут ошибаться, они не знают точно, какой уровень неравенства в стране. На них могут влиять средства массовой информации, могут влиять идеологические предпочтения, представления о справедливости и, среди прочего, перспективы социальной мобильности. Одно из наиболее популярных объяснений того, что люди терпимы к неравенству, опирается на идею туннельного эффекта вытекла Хиршмана. Её суть заключается в том, что если эффективные работают лифты и общество мобильное, то люди менее склонны требовать перераспределения. Но достаточно много исследований обращено в эту сторону. При этом мобильность может измеряться объективными показателями, а может измеряться в субъективных оценках. И исследователи обычно изучают или одну, или другую мобильность, но в то же время эти мобильности не всегда и не везде совпадают. И цель данной работы — исследовать связь перераспределительных настроений населения и наличие социальной мобильности, как фактической, так и воспринимаемой, при этом контролируя представление о том, что эту мобильность движет. Несколько слов о понятиях и определениях. Под отношением к перераспределению принимается поддержка населения в государственной политике, направленная на перераспределение доходов от богатых к бедным. И вслед за Сорокином, я понимаю, мобильность, как любой переход индивиду из одной социальной позиции в другую, речь идет о межпоколенной мобильности. Для того, чтобы исследовать связи перераспределительных настроений и двух мобильности, фактической и воспринимаемой, необходимы соответствующие данные. В данном случае источником такой информации является ICSP в 2009-е годы, модуль социальное неравенство. Это по-своему уникальные данные, и, к сожалению, пока свежей альтернативы нет. Уникальность их в том, что они содержат как индексы фактической, так и воспринимаемой мобильности. И также модуль содержит информацию о профессии отца и матери, от профессии респондентка и оценка социального статуса родительской семьи. Отношение, значит, несколько слов о том, как рассчитывать сети индексы. Отношение к перераспределению измерялось вопросом, государство должно уменьшить различия в доходах между теми, у кого низкие и у кого высокие доходы. Шкала отредительницы абсолютно не согласен, объектив полностью согласен. Здесь надо иметь в виду, что слабые установки на перераспределение могут быть свойственны как тем, кто выступает против перераспределения, в принципе, так и тем, кто считает, что действующие высокие налоги в стране снижают уровень неравенства до приемлемых. Индекс объектив. Я просто бегала пройдусь по индексам и показателям, переменам, которые я использую. Отношение к перераспределению измеряется вопросом, согласны ли вы, что государство должно уменьшать различия в доходах между теми, у кого низкие и у кого высокие доходы. Значит, пятибалльная шкала, пять полностью согласен, один совершенно не согласен. Здесь нужно иметь в виду, что слабые установки на перераспределение, могут иметь как те, кто в принципе считает, что распределение должно быть низкое, но по идеологическим соображениям, так и те, кто может считать, что налоги достаточно высокие и как бы неравенство приехало. Значит, на основе этих данных можно было измерить индекс объективной социальной мобильности. Индекс объективной социальной мобильности измерялся как разница по профессиональных статусных группах респондента и родителей. Значит, вопрос, как измерить профессиональные статусные группы. Есть несколько методик. Я воспользовалась методикой Гензелума Треймана, и они предлагали несколько вариантов. Я использовала два. Первый — это на базе иска профессии переведены в галдорповских 7 групп иерархически. Значит, это высококвалифицированные профессионалы, самый низкий — физический труд в сельском хозяйстве. Соответственно, мобильность здесь измерялась от минус 6 до плюс 6. Также они рассчитали Международный социально-экономический индекс профессионального статуса. Это каждой профессии присвоен определенный индекс. Они рассчитали это на базе исследований в 140 странах. Значит, и выделены наиболее квалифицированные профессии, и присвоены высокие баллы 80-90 — это высококвалифицированные профессионалы в области юриспруденции и медицины. И низкие баллы присвоены элементарной профессии. Соответственно, разность этого индекса можно считать как мобильность, и она менялась от минус 74 до плюс 74. Субъективная мобильность — это представление о мобильности восприятия мобильности. Рассчитывалось тоже как разница по тому, как респондент определял свой статус по вестибальной шкале и статус своих родителей. Теперь посмотрим на результат. Это распределение доли полностью согласных с тем, что государство должно сокращать разрывы в налогах. Очень большой доход, очень большая вариация стран. Значит, Украина, Венгрия, ну, Украина, понятно, это 2009 год. Значит, Венгрия, Россия, Франция. Значит, каждый второй полностью согласен. То есть это ставилось, люди ставили пятерку. Значит, полностью согласны с тем, что государство должно сокращать разрывы. На другом полюсе США, Соединённые Штаты, Норвегия, Зеландия, где доля таких респондентов составляла в районе 10%. Теперь посмотрим, как распределились страны между в нашем пространстве осей, долей полностью согласных с тем, что государство должно сокращать разрывы, и индекс объективной мобильности, рассчитанный по укропнённым группам, каутургинским. Значит, связи нет, и мы видим, что при одном индексе мобильности Соединённые Штаты и Венгрии находятся на разных бенусах. Значит, другой индекс объективной мобильности, это более детальный, показывает, что тренд уже некий появляется, но, тем не менее, он незначим, и значимость появляется, когда мы убираем, например, кипы. Вообще понятно, что здесь, если мы те или другие страны убираемся, ситуация меняется. Но для меня был важен именно этот набор стран, потому что эти три индекса сравниваются друг с другом. Их связи с перераспределительными настроениями. И это показывает, что как бы индекс объективной мобильности слабо влияет на перераспределительное настроение. Теперь мы переходим к субъективной мобильности. Значит, здесь мы видим отчётливый тренд. Чем выше агрегированный индекс субъективной социальной мобильности, чем люди воспринимают социальную мобильность, тем меньше у них установки на перераспределение. Мы видим вот в углу левом. Значит, у нас скандинавские и англо-саксонские страны в противоположном диагональном углу в госсоциалистическом. Значит, на уровне стран отношения к перераспределению доходов в большей степени связаны с представлениями мобильности, а не с реальной мобильности. Теперь перейдём на индивидуальный уровень и более глубокий. Значит, так как у нас шоколад на обе пяти порядково, я начала с ордер. Соответственно, зависимые современные государства должны сокращать возрыв доходов населения, и независимые наши индексы объективной и объективной мобильности. Две сертификации. Первая, я включила индекс объективной и объективной мобильности, рассчитанный по укропнённым группам и индексу объективной мобильности. Во вторую, индекс объективной мобильности, рассчитанный по детальным группам и индексу объективной мобильности. Контролировались, соответственно, стандартные намыли характеристики. Что показали результаты? Что у нас объективные мобильности ведут себя по-разному. Что касается укропненных групп, незначимо. Что касается детальных групп, более мелких, значимость появляется, но коэффициенты очень низкие. Субъективная мобильность в первом и втором случае дает более высокую значимость и более высокий коэффициент. Но учитывая, что наши показатели имеют разные шкалы, для более удобного сравнения я оценила линейную регрессию, чтобы посмотреть на стандартизированные коэффициенты. Значит, результаты воспроизвелись все то же самое. Укропненные группы незначимы, детализированные группы показывают значимость, но более низкую, чем субъективная мобильность. То есть, у нас отношение к переспределению более тесно связано с субъективной мобильностью, чем с субъективной. Почему восприятие мобильности оказывается важным? Причин здесь много. Во-первых, люди неправильно оценивают, недооценивают или переоценивают фактическую мобильность. Следующий рисунок показывает долю тех, кто восходящую фактическую мобильность оценивает как нисходящую. И мы видим, что постсоциалистические страны недооценивают свою фактическую мобильность. В то же время, как большинство стран, хотя это во всех странах есть, естественно, но постсоциалистические страны этим выделяются. С чем это может быть связано? Во-первых, с неконсистентностью социального статуса. Например, рост образования может сопровождаться снижением дохода. Опять же, влияние СМИ. Люди оценивают по тому свою мобильность, как двигаются другие. И, что, наверное, существенная и, может быть, ключевая вещь, это оценка равенства возможностей. То есть можно предположить, что люди оценивают мобильность через свои представления о том, какие пути достижения успеха им кажутся справедливыми. В анкете были вопросы, чтобы добиться успеха в жизни, насколько важно, и предлагались как бы пути успеха. И я добавила в базовую регрессию эти инструменты, пути успеха. И эти все пути можно разделить. Например, это практически, когда что-то зависит, всё, что мы делаем, зависит от нас. Это упорный труд, образование, честолюбие. Значит, статусные — это богатые родители, образованные родители. И банальная коррупция взятых. Что показало ли результаты регрессии? Что признание респондентами того факта, что без статусных или коррупционных инструментов успеха не добиться, усиливает перераспределительное настроение. То есть если люди видят, что от них мало что зависит, они в большей мере склонны требовать перераспределения. Если у меня ещё есть время, в заключение я провела ещё многоуровневый регрессионный анализ. Учитывая, что на индивидуальном уровне очень сильно значима коррупция, я решила посмотреть, как она воздействует на уровне стран. Значит, многоуровневый регрессионный анализ, который предполагает индивидуальные и страновые характеристики. Значит, на индивидуальном уровне было включено всё то же, что и было прежде в индивидуальных регрессиях. Но на страновой уровень было добавлено контроль коррупции, который рассчитывается Всемирным банком как индикатор качества государственного управления, коэффициент Gini и контролировал свою ВВП на душу. Что мы видим? Что, во-первых, индивидуальные характеристики, индивидуальные уровни мобильности наши воспроизвелись полностью. Значит, всё то же самое. Субъективная мобильность снижает сильнее перераспределительное настроение. Коррупция, вернее, противодействие коррупции снижает перераспределительное настроение. Соответственно, чем выше коррупция, тем однее пыль. И коэффициент Gini незначим. То есть уровень неравенства не влияет на перераспределительное настроение. Итоги. Значит, в странах с интенсивной социальной мобильностью люди менее склонны требовать перераспределения. Восприятие мобильности не всегда отражает реальное перемещение. В итоге субъективная мобильность связана сильнее с перераспределительными настроениями, чем объективная. Это может быть связано с тем, что люди оценивают свою мобильность через свои представления о справедливости. Если человек считает, что успех может объясняться тем, что нужно родиться в правильной семье и иметь полезные связи, то люди в большей мере склонны требовать перераспределения, считая правила игры несправедливыми. И, соответственно, наоборот. Таким образом, правенство возможностей в качестве институционного родительства решили. Спасибо большое. У нас оказывается вовремя. Бегу. Спасибо большое. Мы добавляем, что вам сначала дадим слово дискуссанту. Я сразу хочу сказать, что я здесь, оказывается, как лекарство поля дружиней. Я с большой настороженностью вообще отношусь к этого рода литературе, потому что в моем восприятии это как попытка с топором и молотком пытаться разобраться в сложном часовом механизме, которым является человеческое сознание. И если у психологов есть какая-то прививка, которая дается им образованием, то у большинства экономистов и социологов такой прививки нет. Я просто... То, что я дальше скажу, это не критика вообще этого направления литературы, просто объяснение моей настороженности. Ну, во-первых, как правило, в такого рода исследованиях предполагается, что представления людей могут меняться поодиночке, тогда как мне кажется, что на самом деле они меняются крупными гроздями, они меняются пакетами. Когда Савл стал Павлом, у него изменилось не одно или два представления, у него изменилась вся картина мира. И второе, очень часто, когда пытаются проследить связь между разными представлениями, то на это переносятся такие физикалистские представления о причинности, когда одно представление является причиной другого, тогда как мне кажется, что чаще всего в таких случаях следует говорить не о причинности, а о консистентности. Если человек не любит богатых и одновременно оценивает структуру распределения дохода в своем обществе как несправедливая, то это не одно представление причины другого, а просто это два элемента некоторой связанной картины представлений об окружающем мире. Значит, то, что Галина Алексеевна получила, а главный результат, то, что склонность к перераспределению, она мало связана с объективными показателями мобильности, но хорошо связана с субъективными показателями мобильности, в какой-то смысле неудивительно, потому что, если я правильно понимаю, любые субъективные показатели теснее связаны друг с другом, чем с какими-то ни было объективными показателями. А об объективных показателями? Нет, нет, конечно, как некоторое обобщение, которое имеет исключение. Конечно, конечно. Но, в принципе, это так. Значит, тот анализ, который приведен, он подводит к вопросу, который, строго говоря, выходит за рамки работы, но он настолько напрашивается, что, мне кажется, его трудно избежать. Если мы видим, что склонность к перераспределению, с одной стороны, ну, практически не связана с объективными показателями мобильности, но тесно связана с субъективными показателями мобильности, то означает ли это, что связь между субъективными и объективными показателями мобильности вообще отсутствует или является очень слабой? Если она является таковой, то есть сверхслабой, то вообще возникает вопрос, под влиянием каких факторов формируется представление людей о мобильности, если это нереальные жизненные события их и их семьи. Это что, некоторый автономный психологический процесс? Что это такое? Еще раз повторяю, этот вопрос, строго говоря, выходит за рамки работы, но он напрашивается. Дальше мне кажется, что, хотя не было у докладчика времени на этом остановиться, что то представление, с помощью которого предпринимается попытка концептуализировать эти результаты, а именно туннельный эффект Хиршмана, мне представляется, что апелляция к этому эффекту, а, избыточна, и, строго говоря, притянута. Мне кажется, что в данном конкретном случае первым кандидатом на объяснение является лобовая ссылка на self-interest. Люди, которые продвинулись вверх по социальной лестнице, они воспринимают вопрос о перераспределении как предложение отдать часть дохода. Соответственно, люди, которые опустились вниз или находятся внизу, они воспринимают этот вопрос как предложение передать им часть дохода. Естественно, что первые должны относиться к этой идее хуже, чем вторые. Почему? Да. И что касается вообще показательной мобильности, мне кажется, что тут, по крайней мере, в теоретических терминах, следует различать два аспекта. Первый аспект – это мобильность, это прилив, который поднимает все лодки. Например, все ряды в туннеле Хиршмана, они начинают двигаться. И здесь естественным кандидатом является кумулятивный прирост ВВП, а не уровень ВВП или в дополнение к уровню ВВП в последней регрессии. Кроме того, в этой последней регрессии, не учитывая, я бы учел, например, уровень налогообложения в соответствующих странах. И вторая форма мобильности, которой, собственно, вы занимаетесь, это когда я из своего ряда, вырываясь вперед, обгоняю тех, кто был сзади, и даже тех, кто был немного впереди меня. Значит, это две разные формы мобильности, и возможно, что они по-разному влияют. Еще раз повторяю, не знаю, что как-то... Я понимаю, что вы учитываете странами эффекты, и что это там может сильно. Значит, почему я считаю, что ссылка на туннельный эффект, она искусственная в данном конкретном контексте. Я не знаю, что на самом деле имел в виду Хиршман, я исхожу из логики его метафоры. По логике его метафоры, этот туннельный эффект привлекается им для того, чтобы объяснить, почему им мобильные люди в более мобильных обществах относятся к перераспределению хуже, чем им мобильные люди в им мобильных обществах. Но вы, строго говоря, этим не занимаетесь. Вы смотрите на то, как мобильность на индивидуальном уровне влияет на эту установку. Поэтому мне это представляется как бы, ну, никчемным, да, в данном конкретном случае. Вообще я должен сказать, что как бы все подряд ссылаются на этот самый туннельный эффект, а я к этой идее отношусь достаточно осторожно. Мне кажется, это чисто эмпирический вопрос, потому что, когда люди видят, что другой ряд поехал, а я стою, я могу не только ожидать, что я скоро поеду, но я могу завидовать им, их терпеть не переносить и требовать большего перераспределения. И какой эффект сильнее зависти или туннельный, это в каждом конкретном случае Бог его знает. Все. Так, у нас будет пара минуты вопросов, если мы какие-то вопросы дадим. Есть вопросы, к ним дадим еще? Да, если там, кстати, все сказал. Даже больше, чем... Ну, давайте дадим это в конце, если мы останем время, потом в конце мы вопросы зададим. Хорошо? Спасибо большое. Тогда давайте мы дадим 100 вл. У нас это... Я очень. Спасибо. Доброе утро, коллеги. Сегодня я представлю работу, сделанную совместно с Дисом Ваном, который также здесь присутствует, и с Андреем Габаруном. Мы представляем, соответственно, Международный центр изучения институтов развития Высшей школы экономики.